Почему сегодня мы рассказываем о людях, принявших ислам? Истина тем прекрасна, что соприкасаясь с ней, утоляешь жажду, как из живительного источника. Истину не спрячешь и не скроешь. Ислам сияет, словно прекрасный алмаз, и его свет виден издалека. Ислам – это лекарство. Он меняет поведение к лучшему и успокаивает страдающую душу. Ислам – религия истины, а Коран – руководство для всех аспектов жизни человека. Ислам предоставляет ответы на все вопросы. Герои проекта «Мы вернулись в ислам» – это люди со всего мира, у каждого из них своя история, но все они схожи в одном. Милость Всевышнего окутала их светом мира, добра и красоты. Предлагаем и вам соприкоснуться с частичкой жизни наших героев, и, возможно, в их историях будут ответы и на ваши вопросы. Сегодня наш рассказ пойдет об исламе в Японии. Эту страну еще называют страной восходящего солнца. Считается, что она достигла больших успехов за счет развития многочисленных технологий. Однако материальная составляющая не лежит в основе духа этой удивительной нации. Японцы известны во всем мире своей пунктуальностью, уважением к старшим, почитанием традиций и соблюдением правил. С детства в японском обществе приучают к духовности, прощению, милосердию. Посеянные семена добродетели затем расцветают и приносят прекрасные плоды. Неудивительно, что воспитанные в таком духе японцы нередко обращают внимание на ислам, с тем, чтобы вернуться к истинной вере, вере во Всевышнего Аллаха. С каждым годом обстановка в мире меняется и становится все более сложной. Все больше людей приходит к выводу о бессмысленности своего существования, признаются в наличии пустоты на душе, понимают, что в прошлом было совершено немало ошибок. Они делают вывод о том, что нужно обрести универсальный путь, дарующий гармонию в душе, который одновременно является практичным и отвечающим всем потребностям человека как индивидуума, и в то же время позволяющий обрести душевный баланс и приблизиться к Создателю. Сегодня все больше людей во всем мире признают, что таким универсальным путем является ислам. 126 миллионов. Такова численность населения Страны Восходящего Солнца. Нам стало интересно, а сколько японцев приняло ислам, и как они живут. Мы воспользовались возможностью познакомиться с некоторыми из них в столице страны, Токио. Ассаляму алейкум ума рахматуллах. Меня зовут Казуаке Сакурай. Меня зовут Абдулрахман. Меня зовут Абдулкарим Шимаяме. Я японский мусульманин. Меня зовут Мухаммад. Я японский мусульманин. Мое японское имя Юджи. Я принял ислам три года назад. В Японии мало знают об исламе. И в обществе, где мало мусульман, порой приходится тяжело. На данный момент я сотрудничаю с другими мусульманами, которые практикуют ислам уже много лет. Совместно с ними мы занимаемся дуатом. То есть приглашаем представителей других конфессий ознакомиться с посланием ислама. Я искренне верю, что ислам не содержит трудностей. Он несет в себе легкость, умеренность, призывает своих последователей начинать с простых вещей и придерживаться их. Я принял ислам в США, в городе Чикаго. Я стал мусульманином, учась в колледже. До этого я был буддистом. А затем начал изучать различные религии, даже посещал церковь и прочел Библию. Наконец, после изучения ислама, я стал мусульманином. Мусульмане поклоняются Всевышнему Аллаху, который посылал людям различных пророков, Мусу, Иису и других. И последним пророком был пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. В моей семье поначалу возникло непонимание. Родители боялись, что я пойду в сторону экстремизма. Но затем я объяснил, что ислам как раз и выступает против экстремизма в любом виде. Сегодня они рады за меня, видя изменения в лучшую сторону. Я не пью спиртное, не хожу по ночным клубам. Стараюсь избавиться от всего плохого и вести праведный образ жизни. Конечно, я не идеален, но стремлюсь к тому, чтобы стать хорошим мусульманином. Меня зовут Мустафе. Почему я принял ислам? Я родом из христианской семьи. В детстве я посещал христианскую школу. А учась в колледже, я задумался о своем будущем. В свободное время я занялся исследованиями, приобрел книгу о буддизме, индуизме и исламе. Поначалу мне понравился буддизм, а индуизм мне показался чересчур сложным, я там ничего не понял. А начав читать книгу об исламе, я встретился с упоминанием имени ангела, Чабраиля. Мне показалось это интересным. Я подумал, а нет ли других общих моментов у христианства и исламы. Продолжив свои исследования, я общался с разными людьми, а затем стал мусульманином. После принятия ислама, меня как жителя Японии поначалу одолевали опасения. Я приобрел экземпляр Корана. А потом я пообщался здесь, в мечети с разными людьми, и во мне окрепла уверенность. Теперь я чаще посещаю мечеть. Здесь мы обсуждаем самые разные вопросы. Я работаю веб-дизайнером. Я родом из Киото, и там, где я рос, было много храмов. И даже эта мечеть, хотя и построена недавно, стала местом, где можно отдохнуть и ощутить покой на душе. В своих сообщениях СМИ часто связывают ислам с террором и страхом. Что вы думаете об этом? Я думаю, что это очень плохо. Это не отражает реальную суть ислама. Ислам не таков, какими его пытаются представить СМИ. Это не вопрос о том, хочет ли кто-нибудь принять ислам или нет. Мне очень хотелось бы, чтобы люди узнали, каков ислам на самом деле. Самое главное для нас – это пятничная молитва. Пятницу здесь собираются около 500-600 человек. Это люди разных национальностей. Проповедь мы читаем на трёх языках – японском, английском и турецком. Более того, после пятничного намаза мы угощаем всех обедом. Альхамдулиллах, нам очень хорошо здесь, в центральной мечети Токио. Мы живём все вместе, как одна община, и стараемся укреплять свою веру. История этой мечети начинается с 30-х годов прошлого столетия, сразу после революции большевиков. Первыми сюда прибыли казахские турки в 1938 году. Они построили здесь первую мечеть, но она была разрушена землетрясением в 1986. После этого в 1998 году турецкий министр по религиозным вопросам начал здесь строительство мечети, которая завершилась в 2000 году. Здесь проживают около 10 тысяч японских мусульман и 100 тысяч мусульман-представителей других национальностей. Любой мусульманин приветствует словами «Ассаляму алейкум». Это прекрасное приветствие. «Ассаляму алейкум» — мир вам. На это мы должны ответить «Ассаляму алейкум» — и вам мир. Перед Всевышним Аллахом все люди равны. Почему сегодня мы рассказываем о людях, принявших ислам? Истина тем прекрасна, что, соприкасаясь с ней, утоляешь жажду, как из живительного источника. Истину не спрячешь и не скроешь. Ислам сияет, словно прекрасный алмаз, и его свет виден издалека. Ислам — это лекарство. Он меняет поведение к лучшему и успокаивает страдающую душу. Ислам — религия истины, а Коран — руководство для всех аспектов жизни человека. Ислам предоставляет ответы на все вопросы. Герои проекта «Мы вернулись в ислам» — это люди со всего мира, у каждого из них своя история, но все они схожи в одном. Милость Всевышнего окутала их светом мира, добра и красоты. Предлагаем и вам соприкоснуться с частичкой жизни наших героев, и, возможно, в их историях будут ответы и на ваши вопросы. Почему сегодня мы рассказываем о людях, принявших ислам? Истина тем прекрасна, что, соприкасаясь с ней, утоляешь жажду, как из живительного источника. Истину не спрячешь и не скроешь. Ислам сияет, словно прекрасный алмаз, и его свет виден издалека. Ислам — это лекарство. Он меняет поведение к лучшему и успокаивает страдающую душу. Ислам — религия истины, а Коран — руководство для всех аспектов жизни человека. Ислам предоставляет ответы на все вопросы. Герои проекта «Мы вернулись в ислам» — это люди со всего мира, у каждого из них своя история, но все они схожи в одном. Милость Всевышнего окутала их светом мира. Почему сегодня мы рассказываем о людях, принявших ислам? Истина тем прекрасна, что, соприкасаясь с ней, утоляешь жажду, как из живительного источника. Истину не спрячешь и не скроешь. Ислам сияет, словно прекрасный алмаз, и его свет виден издалека. Ислам — это лекарство. Он меняет поведение к лучшему и успокаивает страдающую душу. Ислам — религия истины, а Коран — руководство для всех аспектов жизни человека. Ислам предоставляет ответы на все вопросы. Герои проекта «Мы вернулись в ислам» — это люди со всего мира, у каждого из них своя история, но все они схожи в одном. Милость Всевышнего окутала их светом мира, добра и красоты. Предлагаем и вам соприкоснуться с частичкой жизни наших героев, и, возможно, в их историях будут ответы и на ваши вопросы. Сегодня наш рассказ пойдет об исламе в Японии. Считается, что она достигла больших успехов за счет развития многочисленных технологий.